Запись мира, 1987. Почему в джунглях во всех мирах столько ядовитых змей и всяких хищников? Ладно, переживу, если мне удастся найти Мэйв. Местные зовут её дикаркой, а для нас это обычный оборотень. Говорят, боги дуровали ей три облика. Это акулы, гарпии и... Никому не удавалось увидеть её третий облик и выжить. Будет весело. Запись мира, 42. Имя этого новобранца – Кондор. Еле упросил его не стоять под дождём, вещая о цветах вишни или о чём-то таком. Легенда гласит, что это мстительный дух, который веками переходит по наследству в императорской семье. Говорят, ради мести он исполнит даже самое жуткое желание. Так что лишний раз желание не загадываем. Запись мира, 312. Я в первом ряду. Посмотрим на парня в деле. Настоящий воин. У парня есть мускулы, он яростный. И он готов делать это. Фу, гадость. О, нет. Нет, нет, нет. Видолаги бегут прямо на него. Назад! Для вас это плохо закончится. Чё, с ним придётся попотеть. О! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. За головами. И мы только что сражались с... Я, я, я даже не знаю. Со злобной тварью размером с многоэтажку. Короче. Были лазеры. И она такая... О! Полный улёт! У меня всё ещё сердце колотится. Думал, всё, мне конец. Ха-хо-хо-хо. Даже не вспотело. Тело. В общем, на острове ей всё будет по плечу. Мне нужно присесть. Пойду присяду. О-о-хо-хо-хо-хо-хо. Запись мира 3258. Кажется, на меня кто-то охотится. Ну что ж, желаю успехов, потому что я заказал убийственный завтрак. Серьёзно, вы бы видели этого парня. Он на массе. Извините, а можно пакет для моего друга? Запись мира 982. Знаете, сначала я думал, это какая-то, не знаю, ошибка. Я же вроде ищу безжалостную охотницу за головами, да? Но Лекса, она будто родом из страны Дружлендии. Серьезно, я вообще не удивлюсь, если ее лучшим другом окажется волшебный говорящий кот. Но, по личному опыту говорю, пусть вас не обманет ее милый характер. Ведь если Лекса недовольна, жди беды. Ужасной, кошмарной, непоправимой беды. Запись измерения 2053-105-28. Вряд ли моя цель знает, что я знаю, что он знает, где я сейчас. И знаете, именно этого я и добиваюсь. Он уже раз десять пытался меня поймать, но все изменится. Игра в кошки-мышки закончилась. Он не знает, что у мышки есть нож. О да, охотник стал добычей. Он ушел. Что ж, хорошая была охота. Если что, я тут по уши в грязи. Опять. Но когда я его поймаю, в джунглях станет жарко. Запись измерения 991. Я прохожу через эпицентр на поле боя и втайне от всех. Мало кто вообще знает, с чем мне приходится иметь дело. На этот раз, правда, этот герой меня понимает. Грядущая вселенская катастрофа, путешествия во времени, парадоксы. О да, она нам подойдет. Запись измерения 1015-5. Простите, ничего не слышно, потому что... Тут все взрывают и палят из лазеров без остановки. Цель просто идеальна. А он и его приятели, бойцы, что надо. А имена у них вообще супер. Что станет с его противниками? Враги не знают, что он близко. Иначе бы поняли, что все серьезно. Подготовка залог победы. Запись измерения 52. Обнаружил новую цель, но не смог уговорить его сесть и рассказать, что же тут все-таки происходит. Так что, выпью кофейку. Здесь неподалеку есть уютное кафе Сиси. О, он вернулся. Вернулся! И жестом показывает, мне скоро буду через окно. Класс! Ага, хорошо. Конечно. Я все понимаю, дружище. Скорее, самый занятой человек на земле. Ну и ладно. Зато я не один со мной, мой хороший друг Кофе. Да, кофейок? О, скажите, пожалуйста, а с чем этот крендель? Запись измерения ГУП-8-2. Вот так. Ну и пылища. По моим сведениям, со следующей целью можно связаться с помощью этого невероятно древнего компьютера. А как его включить? А, разобрался. О, чем это запахло. Тихо, тихо, смотри, не взорвись, старина. Готово. Нажмите любую клавишу. Любую клавишу, кроме этой. Или этой, или... Знаете что, дайте-ка я по нему стукну. Ага, он чувствует страх. Хоть какой-то прогресс. И что тут написано? Устраивайся поудобнее, чтобы это могло... Запись измерения 426. Похоже, я неправильно ввел координаты. Потому что, судя по всему, я попал на самый обычный космический корабль, летящий по своим делам. Оборудование, похоже, изготовлено в 1986 году. Это немного настораживает. Хотя, экипаж приветлив. Всё тихо, спокойно, только... Не знаю, что они тут едят, но у меня... Небольшая... Небольшая изжога. Так, надо узнать. Может, у них тут есть какое-нибудь подходящее лекарство. Запись измерения 3DOT. Что? Нет-нет, я просто пытаюсь тут записать. Я же говорил, я... Я не сумею. Нет-нет-нет-нет, я за тобой слежу. Ага. Да-да. Ты... Ты что-то говоришь, и потом... Ладно. Хадукин! Видишь? Ничего не... Да сказал же, пытаюсь я. Да. Да, знаю. Но покажешь ты и что толку-то. Понимаешь? Между нами с тобой, скажем так, огромная пропасть. Ну-ну, ты что, опять про Шарюкин? Нет, это... Это тоже не катит. Сказать тебе, почему? Твоё мастерство на 5 баллов. Моё... Ну... На ноль. Ясно? Так, подожди-ка секундочку, я... Сейчас. Монетки заканчиваются. Запись измерения... Да какая разница? Зачем я вообще делаю эти записи, если их никто не слушает? Мы потеряли контроль над эпицентром. Вы понимаете, что это значит? Вряд ли. Разве вам есть до этого дело? Я посвятил свою жизнь Ордену. Я стольким пожертвовал. И зачем? Чтобы просто сидеть и ждать конца света? Ну уж нет, не позволим. Я не позволю. Пора действовать. Это агент Джоунс. Нужен доступ к засекреченному файлу 8752. Это агент Джоунс. Запрашиваю доступ к засекреченному файлу 8752. Серьезно? Как мир спасать времени нет, это как данные мои удалять? Всегда пожалуйста. Это агент Джоунс. Запрашиваю доступ ко всем материалам о семерых. Отлично! Ладно. Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!